Котя, привет-привет, молодец. Мы продолжаем открывать сегодня лего мини-фигурки серии Дисней. Ты хочешь, да? Ладно, давай. Так, Котя, ножницы. Давай. Вот видишь, вот так пальчики? Давай. Ручку расслабь. Вот так. Твоя задача просто нажать вот так. Хорошо будет? Да. Окей. Давай, мы берем вот это. Пакетик, да? Давай. Вот так. Ручки убираем. Так. Чувствуешь, как мама делает? Да, я тоже делаю. На, труси, открывай. Открывай. Вытрушили. Что это такое? Не до конца, наверное, открыли. А ну сейчас давай. Да, вытрушили хорошенечко. Ага, это нам попалось что-то с бантиком. И голова у нас осталась. Смотри, у папы трусилась. И это у нас получается мини-маус, да? Да. Хочешь собрать, смотри? Давай. Вот это ножки у нас. Давай следующее платьице, юбочку. Давай вот это у нее юбочка такая. И где-то? Да. Потом идет голову, правильно, молодец. Давай. Оденешь голову? Надо, чтобы она щелкнула. Аж щелкнула. Вот так. Ручки у нее. Это бантик. Бантик есть у меня. Одела на голову бантик? Нет. Утюк. Тут. Так, что у нее? Ага, устала. Давай. Бантик, это мое. Это мое бантик. Тебе? Ты на себя бантика чего хочешь? Ты смешная такая. Давай на нее оденем бантик. Давай. Одевай. И будем следующий открывать, смотри, что там? Что-то интересное еще там попадется? Ты же хотела там позвать. Так, вот. Вот такая первая фигура у нас попалась. Мини-маус. Симпатяшка. Мини-маус. Подруга Микки. Какая же она очаровательная. Она сопровождает его с самой первой серии. Сколько сюжетов было написано об их одновременно простой и сложной любви. Сколько раз мир мог потерять своего любимого героя, когда тот, пусть и понарошку, собрался свести счеты с жизнью. Виной всему была вертихвостка Мини. Но все заканчивалось хорошо, и влюбленные до сих пор радуются жизни и вместе попадают в увлекательные путешествия. Сколько девчонок хотят быть похожим на Мини. Для них по всему миру выпускаются одежды и аксессуары а-ля Мини-маус и косметика под маркой этой очаровательной героини. Так, это мой пыль. Так, давай, следующее. Я уже тебе отрезала. Ух ты, ух ты. Вот, у тебя у вас и зеленый этот чудик. Смотри, напланетянин. Ты напланетянин. Кикень какой. Сколько глаз у него, посмотри. Да, столько. Сколько глазиков? Видишь у него? Сколько глаз. Три, три. Ты же посчитал до трех, три. Видите, это голод. Да, и такая пимпочка на голове. Вот она. Прикольный? Да. На, прикольный. На, держи. Вторая фигурка. Пришельцы с планеты Пицца. Из мультика «Истории игрушек». Пришельцы с планеты Пицца, они лежали сначала в игровом автомате развлекательной пиццерии. Во второй части «Истории игрушек» оказались висящими в кабине грузовичка планеты Пицца. Мистер Картофелина спас их от падения на шоссе, в результате чего они с миссис Картофелина усыновили пришельцев. Вот такая вот история. Давай. Давай, приятная снимаю сейчас. Памаку-маку. Вот лучше, во следующий пакетик. Что же нам там попало? Ой, это опять из Алладина нам попался. Джин теперь нам попался, да? Ой. Иси нам попался, да, Котя? Смотри, какие у него ушки, Котя. А ножки такие или хвостик, или как это называть? И лампа у него, да, в руках? Да. Я вот сюда. Да. Давай, на. Твоя. Вот такой у нас Джин. Нет, нет. Джин. Из Алладина. Джин – добрый, весьма легковерный, забавный, раб волшебной лампы, которую Алладин нашел в пещере чудес. Обладает феноменальной космической мощью и может менять свои облики и размеры. В общем, Джин способен практически на все. В конце мультфильма, благодаря желанию Алладина, становится свободен от лампы и отправляется путешествовать по миру. А что ты на голову себе одеваешь? На, давай посмотрим, что здесь. А ты Джин разобрал? А, ну ты молодец, конечно. А, ну давай. Кто это, кто это, кто это у нас? Мне кажется, это Алиса нам попалась. Алиса. Алиса из Страны Чудес. Ага. Посмотри, у нее, видишь, что у нее в ручке? У нее. Алиса, главная героиня мультфильма. Любознательная и мечтательная девочка, попавшая в Страну Чудес и за любопытство побежавшая за белым кроликом и пройдя через кроличью нору. Оказавшись там, Алиса решает искать выход, как снова попасть домой. И ей приходится пройти через всю Страну Чудес, знакомясь с различными героями, такими, как Чеширский кот, Мартовский заяц, Баванчик, Тра-ля-ля, Тру-ля-ля и так далее. В конце мультфильма, спасаясь от преследования королевы червей, она узнает, что спит и пробуждается, оказавшись дома. Ну что, последний остался, Котя? Пакетик. Один пакетик отдать. Майк, давай, 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 давай. Котя, последний. Силаст. Давай, бумажки эти все давай, посыпай. На стол надо же посыпать. Ну и так. Никки попался нам. Давай. Котя, цепляет голову. Хорошо, давай, дави, дави туда, насаживай. Зачалочка, ну вот так, Котя. Уйди, давай. Ножки у него. Это. И так. нам попался микки маус часа набор да микки маус и мини маус так вот смотри сегодня микки легендарная личность покорившая сердца многих самый старый самый популярный мультгерой в 2008 году микки маус отмечал свое 80-летие вот так уже ни одно поколение не может представить своего детства без яркого смешного и неуклюжего мышонка во времена второй мировой войны всеми любимый символ доброй воли стал талисманом нескольких американских воинских подразделений и и даже паролем в одной крупной военной операции микки любили и по другую сторону фронта среди его преданных поклонников был адольф гитлер образ беги мауса завоевал весь мир он везде на старой любимой футболке на упаковке конфет на автомобильной подушке в детских снах микки несет веселье и радость даже в азии где хранят и высоко ценят культурные традиции просто обожают микки маус его друзей в китае производство вещей с его символикой микки налажено не хуже чем сша на каждом углу продаются блокноты майки сумки с этим милым сердцем мышонка любой желающий может приобрести золотой кулончик или сережки с тремя заветными кружочками символизирующими любимого героя вот я тут понравился из фигурок больше всего алиса тебе понравилось да хоть с бутылочкой да такой кочка скажу пока пока все чего а давай что-нибудь придумаем такое машины руками все давай машем руками машин вот так молодец а это все наши фигурки в сборе вот такая вот коллекция получилась